В эфире специальный выпуск новости Дагестан в студии Зухаралиева. Здравствуйте! Власти Дагестана объявили трехдневный траур в республике. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги. В результате теракта в Дагестане погибли 20 человек, среди которых 16 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц, в том числе и православное священие. Два их убили здесь. Ликвидированы пятеро причастных к совершению терактов в Махачкале и Дербенте. Их личности установлены. Ведутся поиски их сообщников. Сергей Меликов прокомментировал вчерашнее происшествие на пресс-конференции с региональными и федеральными СМИ. Говорил глава региона о помощи, которая будет выделена пострадавшим и семьям погибших. Вчерашнем оперативном штабе было принято решение оказать всем пострадавшим материальную помощь. Для погибших, независимо от того сотрудника или гражданское лицо, помощь будет оказана в размере 1 миллиона за счет средств фонда «Мы вместе». Пострадавшим в зависимости от степени травмы, ранения и тяжести этого ранения будет оказана помощь от максимальный потолок 500 тысяч рублей. Ну и дальше в зависимости от необходимости оказания дополнительных услуг эта помощь будет определена по согласованию с лечащими врачами. Материальная помощь будет оказана и со стороны Сулеймана Керимова, отметил на пресс-подходе глава региона. Также меценат возьмет на себя расходы на восстановление синагоги и церкви в Дербенте. Средства на реконструкцию религиозных объектов в Махачкале выделит государственный секретарь Магомед Султан Магомедов. Вечная память всем нашим защитникам. Я считаю, что они вчера проявили себя так же мужественно и достойно, как проявляют себя наши бойцы в зоне специальной военной операции. Мы еще будем об этом говорить с руководителями силового блока, но я считаю, что все они достойны представления государственным наградам Российской Федерации, государственным наградам Республики Дагестан. Также Сергей Меликов высоко оценил действия правоохранительных органов и силовых подразделений. Глава региона дал свою оценку и исполнителям теракта, и тем, кто несет ответственность за их действия. Все нападавшие были выходцами из Сиркополинского района. Предварительно была информация о том, что они являются родственниками главы Сиркополинского района Магомеда Амарова. Скажите, пожалуйста, это обстоятельство, оно как-то повлияет на его деятельность в мецполитете? Конечно, повлияет. Нет тезиса, что отец не отвечает за детей. Я считаю, что на каждом из нас, на вас, на мне, на других людях, это вполне естественный, наверное, процесс человеческой эволюции, когда мы ответственны за тех, кого мы воспитываем. Что касается административных мер, он освобожден от должности, исключенных из партии «Единая Россия». Какие-то вещи, которые можно прокомментировать с учета степени его вины или участия в произошедшей трагедии, я не буду. Это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полной. Под атаку боевиков попали сразу два дагестанских города – Дербент и Махачкала. На месте происшествия с ночи и до недавнего времени находились и наши корреспонденты, которым удалось побеседовать и с очевидцами, и с близкими потерпевших. О серьезных последствиях страшной трагедии в древнейшем городе страны в сюжете с Алией Магомедовой. Кадры словно из фильма ужасов. Это служебный дом отца Николая. Здесь он находился, когда террористы ворвались сюда и убили его. На полу все еще виднеются свежие капли крови. Священник отслужил в православной церкви Покрова при Святой Богородице 44 года. Он перенес два инфаркта и не мог говорить. А еще еле передвигался, используя для этого ходунки. В тот страшный момент на территории храма находились жена батюшки, его дочь и еще несколько человек. Я выглянула в окно, но я ничего не увидела. А когда я вышла в двери, смотрю, они уже поднимаются по лестнице. Я не успела дверь закрыть. Он заскочил и сразу на него с автомата выстрелил. Он упал. Я закричала. Он автомату так наставил. Я начала кричать. Он повернулся и побежал наверх. А я в это время закрыла двери. И пока я сидела, он выходил, дверь немножко дернул. Понял, наверное, что я или ушла, или куда. И все. И ушел. Минут 10. Это немного даже ушло. Но это была почти вечность. Уходя, боевики подожгли дом, в котором священник доживал свои последние дни. О чудовищном преступлении здесь также свидетельствуют эти следы от стрельбы и пули. За воротами храма местные жители создали стихийный мемориал и в память об отце Николая приносят цветы. О нем отзывались хорошо представители разных конфессий. Несмотря на то, что мы люди другой религии, с безусловным уважением относились к нему, и это отношение было в высшей мере взаимным. Розы оставляют не только у храма, но и у памятника братству трех религий. И не просто так. В центре этого монумента изображен убитый боевиками отец Николай. Сюда, на улицу Тагизаде, с самого утра приходят как местные жители, так и туристы. Вчера у нас была запланирована поездка в горы, и по приезду мы остановились на рынке со фруктами и увидели вот это вот зарево, и трещало там. Люди слышали более-менее так вот. Да, то есть как бы было такое, что это что-то там про стрельбу, то есть рассказывали, что на рынке так покупаем. Сначала не поняли. Конечно, мы были очень шокированы, приносим соболезнования. Когда вот такие вот вещи делаются, очень становится страшно. Страшно за себя, за своих детей, за своих родных и близких. Всем дербенцам, дагестанцам и всему миру желаю мира. Еще одной целью преступников стала синагога Келенумас, от первозданного вида которой мало что осталось. Окна здесь перебиты, стены обуглены и местами еще тлеет дым. На лестницах кровь. И здесь террористы нашли своих жертв. Террористы сначала убили двух охранников, а потом обстреляли и подожгли синагогу. Если бы они пришли в будний день, жертв было бы намного больше, потому что сюда ежедневно приходят молиться до 25 верующих. А на втором этаже здания расположен детский сад. Эта синагога единственная в Дербенте и ей около 200 лет. Молебный дом в ближайшее время будут восстанавливать усиленными темпами. Уже идет разбор завалов. Однако свидетелями такого ужасающего события, по словам верующих, они еще никогда не были. Такого ужаса еще не было. Труп охраны нашего лежал здесь, был выстрел в голову. Другой охран был убит внутри парка, там был еще один охрана. А милиционер был ранен во дворе синагоги. Что я хочу сказать. У этих террористов нет ни фамилии, ни нации. О преступниках к этому часу известно более чем достаточно. Двое из них – сыновья главы Серга Калинского района. Еще один приходится чиновнику-племянникам. По фактам теракта в Дагестане возбуждено уголовное дело. Предстоит детальное расследование. Сейчас обстановка в Дербенте спокойная. Люди пытаются вернуться к привычному укладу жизни. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Дербент. В это же время неспокойно было и в столице Дагестана, где вооруженные боевики открыли беспорядочную стрельбу в районе вокзала. Что двигало бандитами совершить столь чудовищный акт, пока неизвестно. Но что бы ни было, это никак не оправдывает их действия. С первых минут стрельбы в Махачкале работала моя коллега Тамара Самедова. Она и расскажет подробности происшествия. Ужасающие и кровавые события, оставившие след в сердцах дагестанцев. В Махачкале боевики нанесли удар по нескольким точкам. Передвигали террористы на белой семерке, которая была замечена во время обстрела наряда ГАИ. Они открыли огонь по сотрудникам полиции, дежурившим на площади. После чего преступники остановили проезжавшую мимо машину, отобрали ключи и направились к церкви. Вот тот самый Свято-Успенский собор, на территории которого вчера была стрельба. На данный момент здесь можно увидеть сгоревшие автомобили, также повреждены двери и окна. Внутри церковь практически не пострадала, разбито только несколько стекол. Основное столкновение произошло здесь. Во время перестрелки 19 прихожан успели спрятаться в церкви. Сторож собора Михаил Вавилов до последнего патрона отстреливался от нападавших террористов, но был убит. В последнюю минуту жизни охранника видела свечница храма Татьяна Терехова, которая сама чудом спаслась. Ну вот он у меня вот перед Квазани остался в памяти, как вот он стоит вот напротив храма большого и стреляет в сторону до забора. Вот так он у меня и стал. Они, получается, в него выстрелили, да? А? Они в него выстрелили? Да, он отстреливался очень, ну, не знаю, на протяжении, может быть, 15-20 минут. Мне удалось выйти отсюда, где-то полдесятого освободил меня ОМОН. Наш ОМОН меня освободил. А когда вы внутри находились, какие были мысли вообще? Я звонила своим родственникам, звонила дочери, они меня поддерживали. В течение трех с половиной часов спрашивали, как у меня дела. Друзья звонили, прихожане наши звонили, все меня поддерживали. Большое им спасибо, было очень страшно, это было что-то непередаваемое. Атаковали боевики и ближайший пост ДПС. Свидетелем перестрелки стала работница почты Зайна Багомедова. В момент нападения она находилась на рабочем месте и получила осколочное ранение. Женщине предстоит провести операцию и близкие пришли ее поддержать. Она была в тот день, вчера на работе, как раз мы тоже не по соседству живем. Началась стрельба, и через некоторое время она позвонила, через полчаса сказала, что ранена. На работе как раз она была, через окно, по-моему, отракошетила пуля и ее ранило на рабочем месте. Чувствую себя хорошо пока в данный момент. Нападению террористов подвергалась и местная синагога. Ее бандиты подожгли. Здесь территория все еще цеплена. Журналистам проводить съемки запрещено. На месте работают сотрудники полиции. По данным Минздрава региона, в ходе терактов в Дагестане погибли 20 человек. 46 пострадали. В республиканскую клиническую больницу поступили 16 человек. В состояниях оцениться как стабильное. Оперативное вмешательство было выполнено троим пациентам, которые вчера поступили с места событий. Все они были доставлены в тяжелом, кто-то и в крайне тяжелом состоянии, с большой кровопотери, с ранением внутренних органов, с ранением сосудов. У каких-то пациентов были и практически перебиты все кости на руках, на ногах. В общем, пациенты в состоянии было тяжелое. В данный момент все эти оперированные пациенты, какие-то уже практически в стабильном состоянии, некоторые еще тяжелые, но они все находятся в реанимационном отделении. Режим контртеррористической операции, введенный накануне, был снят утром. Следственный комитет квалифицировал нападение как теракт и возбудил уголовные дела. Тамара Самидова, Магомед Магомедов, Хадижа Дранькина, Новости, ННТ, Махачкала. В день трагедии в Махачкалинской епархии отмечали юбилей архиепископа Варлаама. Ему исполнилось 50 лет. Поздравляли священнослужителя с раннего утра, прихожане, чиновники и представители других конфессий. Нанесла свой визит и советник муфти республики Айна Гамзатова. Межконфессиональный мир и согласие бережно чтят и хранят в дагестанском обществе на протяжении многих лет. Сотрудничество и дружба представителей разных конфессий в Дагестане основываются на принципах взаимного уважения и почтения и направлены на благо народа. Совместными усилиями муфтиат республики, русская православная церковь и дагестанская синагога борются с пороками современного общества. Благодаря совместной работе всех конфессий республики Дагестан, это позволяет нам сохранить и укреплять традиционные российские духовные ценности, культурные ценности, семейные ценности. Это то, что самое главное и необходимое для нашей молодежи, для будущего нашего поколения. Несмотря на провокации в соцсетях, посредством которых пытаются мешать сохранению межконфессионального мира и согласия, советник муфти республики поддерживает теплые дружеские отношения с представителями других конфессий. В день юбилея она также приехала поздравить архиепископа Варлаама с круглой датой. Я хочу всего самого-самого наилучшего пожелать нашему владыке Варламу, с которым у нас очень становились теплые и добрые отношения на протяжении многих лет. Я хочу сказать, что вообще наша страна, Россия, это пример для всего мира, как можно выстраивать красивые, добрые, теплые межконфессиональные отношения. Я слышала проповедь сегодня. Это настолько нас объединяет, быть в эти общие ценности, когда мы должны бороться со своей гордыней, с завистью и призывать к милосердиям. У нас общие ценности и общая страна. Дагестан – регион, в котором живут дружно представители народов и конфессий. И никакие попытки рассорить представителей традиционных для России и Дагестана религий не увенчаются успехом. Чудовищные теракты, которые произошли вечером того же дня, потрясли дагестанское общество. Этого не ожидал никто. Ведь еще днем обменивались теплыми взаимными чувствами, благодарили друг друга, говорили об общих благородных ценностях и целях. Деятельность муфтиата очень видима, очень существенна. Действительно, такая деятельность по всем фронтам, как говорится. Люди упорядовываются и в вере, и в своих поступках, поведениях, наставлениях. То есть муфтиат работает, трудится и не только в мечетях, не только в местах, где можно помолиться, но также в общественных организациях, в учебных заведениях. Мы по роду деятельности часто сталкиваемся с ними на общих мероприятиях, когда приходится вместе нести, как говорится, слово Божие. Большая благодарность муфтиату за его работу. Очень было приятно. Мы прям были так тронуты, когда увидели жену муфтия, что она пришла поздравить с подарками, с такими цветами, с корзиной фруктов. Ой, это было так замечательно. Просто православные прослезились, когда все это видели. Потому что, вы понимаете, у нас сейчас время такое, когда безбожие большими шагами идет по миру. И так важно, чтобы люди верующие, верующие в единого Бога, чтобы они объединялись и вместе противостояли злу и несли вместе традиционные ценности, ценности семьи, любви, прощения. В полдень на мирном мероприятии царила атмосфера дружбы и согласия. Но этот добрый день омрачили теракты. Это была очередная попытка разжечь огонь вражды и разрушить многолетний мир между конфессиями. Не поддаваться на провокации радикалов в своем обращении призвал муфти Дагестана. Шейх Ахмад Афанди разделил скорбь с каждым, кто потерял близких. И отметил, что истинные мусульмане никогда не будут проявлять агрессию в отношении невинных и безоружных людей. Айша Тухаева, Шамиль Хиресулаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. В руководство и сотрудники телеканала ННТ приносят искренние соболезнования семьям погибших и желают здоровья, сил и терпения. Добрых новостей всем и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok